Приветствую всех зрителей! У нас снова F-14B Tomcat и в этом видео рассмотрим, как нам произвести зацеп на катапульте авианосца и, собственно, взлететь, если, например, вы запустились на палубе авианосца или на него приземлились и хотите повторно взлететь при помощи катапульты. В принципе, процедура аналогична самолету F-18. Кто на нем пробовал взлет с авианосца, то процедура абсолютно идентичная самолету F-18, что F-14, что F-18. Все осуществляется подобным образом. Итак, что нам надо сделать самое первое? Самое первое, конечно же, подъехать носовым колесом к месту, где происходит зацеп крюка нашего носовой стойки шасси за паровую катапульту. Руление самолета осуществляется со сложными крыльями, то есть в максимальной стреловидности. Как обычно, включаем клавишу N здесь руление носовым колесом и потихонечку страдиваем наш самолет и двигаемся на точку установки нашего самолета перед взлетом. Руление надо осуществлять максимально осторожно, потому как это авианосец и самое главное, что можно переехать точку, где необходим зацеп. Итак, убираем стояночный наш тормоз и потихонечку начинаем движение. Сейчас есть главное на минимале все это делать. Выставляем самолет вдоль оси паровой катапульты и аккуратненько подъезжаем к месту зацепа. Конечно, рулится он очень чувствительно. Подъезжаем, подъезжаем, подъезжаем. Можно воспользоваться внешним видом и, собственно, максимально точно спозиционировать наш самолет именно на месте установки паровой катапульты. Сейчас это я попробую сделать, но нужно, конечно, хорошо потренироваться и сделать это даже при виде из кабины, но пока что такой скил у меня отсутствует. Примерно выставили мы самолет четко над местом зацепа нашего рычага. Далее просим разрешение на взлет. И после того, как мы получаем разрешение на взлет, сзади, видим, поднимаются газоотбойные щитки. Теперь нам необходимо опустить крюк, который зацепит наше носовое шасси за ускоритель катапульт. Это осуществляется вот этим рычажком. Нажимаем его в нижнее положение, держим для того, чтобы наш крюк опустился и видим, стойка шасси тоже опускается. Итак, крюк наш опустился, вроде как готов к зацепу. Далее мы нажимаем клавишу U английская для того, чтобы произошел наш зацеп самолета за непосредственно паровую катапульту. Все, есть зацеп. Самолет наш зацеплен за катапульту. Теперь необходимо выпустить за крюк и поставить наши крылья в положение максимальной стреловидности. Для этого переводим рычаг вперед в режим автомат, опускаем его вниз и, собственно, закрываем крышечку. Также убеждаемся на панели управления стреловидностью, что стоит авто и видим уже по индикатору, что наши крылья раздвинулись, то есть находятся в режиме автоматического управления стреловидностью. Дальше максимально закрылки, проверяем выход закрылки-предкрылки, самолет готов к взлету. Теперь нам надо сделать два действия. Включим зеркала, чтобы это было видно. Первое, это выводим двигатели на максимальную форсажную тягу. И по достижении максимальной форсажной тяги нажимаем левый контрол плюс У. Это наш пилот дает отмашку на взлет. Отмашка получена и наш самолет взлетел. Убираем шасси и далее убираем закрылки. Ну и, собственно, и все. Наш самолет взлетел с авианосца и мы теперь готовы к выполнению боевой задачи. Самолет благодаря паровой катапульте может взлетать с любой загрузкой. Проблем не возникает у него благодаря паровой катапульте. Самолет мощный, так что при выборе любых подвесок в вооружении наш самолет достаточно-таки легко и резво взлетает с авианосца. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным и помогло в освоении данного самолета.